Сегодня клиенту не нужен потечный кредит, не нужен автокредит. Клиенту нужно что? Квартира. Нет? Сейчас говорят нет, уже нет. Клиенту нужна не комфортная, не квартира, а комфортная среда. Я ему не только продаю квартиру, я его консультирую, как устроиться в детский сад. Я ему помогаю с переездом, с мебелью, то есть я вообще ему помогаю жить, обустраиваться. А потом через некоторое время я ему помогаю, когда квартирка стала постарше, с ремонтом, еще там с чем-то. То есть я вообще в принципе всю жизнь человека веду. Я могу открыть счет с помощью биометрии, не ходя в банк. Но для этого я в какой-нибудь удостоверяющий центр должен прийти, там палец приложить, там глаз показать. И я попадаю в некую базу данных, единую, даю согласие. И когда я потом к своему смартфону прикладываю глаз, палец, то я могу открыть счет в другом банке, который имеет доступ к этой системе. Мы сказали качество, мы сказали индивидуальность. Но есть еще третий аспект, эмоциональность. Дело в том, что у нас на сегодня, давайте мы признаем, нет дефицита ни в чем, ни в товарах, ни в услугах. Вообще нет дефицита, правильно? И у нас на сегодня процесс получения товара и услуги, мы хотим, чтобы он был приятным, он был эмоциональным. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Борис. Давайте мы сейчас поговорим такое, можно сказать, в некотором смысле, техническое, можно с какой-то точки зрения части, об участниках рынка ипотечного кредитования. Кто у нас сейчас на рынке, как их можно, что называется, ранжировать. Можно прям с именами, с названиями. Мы, YouTube, у нас можно рекламировать, если можно так сказать. И даже, наверное, нужно, чтобы предмет сохранялся. Да, это очень интересная тема, потому что, несмотря на и конкуренцию, и концентрацию рынка, его можно поделить по типажам. Это мое личное деление, с ним могут наши уважаемые банкиры не согласиться, но я их, в принципе, вот так делю. Но на то эксперты как бы существуют, что у них было свое личное мнение. Значит, можно взять две категории дележа, которые называются, я это называю по универсальности. Первая категория, это, ну мы берем, вот у меня таблицы есть, я даже позволю по ней пройтись, чтобы универсальный банк, да, и у него есть некое подтипы. Значит, первое, значит, подтип в универсальном банке, это когда ипотечное кредитование является ведущим кредитным продуктом. То есть, банк называется универсальным, но на ипотеку делается ставку. То есть, и в розничном кредитном портфеле ипотека занимает ведущую роль. Например, какой банк? Ну, Абсолютбанк, например. Вот так вот. У нас пример есть по каждому случаю. При этом официально стратегия такая объявлена. Он занимается другими продуктами. Вот. Есть еще лучший пример. Банк Российский Капитал, который входит теперь как дочерний банк в Дом РФ. Ну, переименование еще не произошло, но мы знаем, что эта группа, они вообще говорят об неком новом универсальном ипотечно-строительном банке. Услово универсальное остается. Но это отдельная категория. Здесь пример не очень хороший. Так вот, соответственно, есть универсальный банк, у которого ипотека занимает место равное среди других продуктов. И это Сбербанк, который выдает потреб кредитов примерно столько же, сколько ипотечных. При этом у нас Сбербанк лидер ипотечного рынка. Но здесь эта классификация, она важна с точки зрения банка и клиента. То есть, я на эти вещи смотрю исключительно, что банк может предложить. Так вот, если в банке второго типа, у которого ипотека занимает большое место, ну, все-таки, да, мы говорим, там, 30%, например, да, но есть еще карты, есть потреб автокредитования, это говорит Ассель, что этот банк все продукты может клиенту предложить на высоком качестве. То есть, в первом типе банков, у которого ипотека является ведущим продуктом. Есть предположение, мое личное, что другие продукты могут немножко хромать. Ну, потому что очень трудно, когда у тебя какой-то продукт ведущий, удержать компетенции по другим продуктам. Ну, так же не бывает, да? У тебя даже методологи, автоматизаторы, продавцы. То есть, если ты делаешь ставку на один, у тебя волей-неволей по ним самые лучшие специалисты. Ну, твой клиент, он, когда смотрит на тебя, он хочет все продукты видеть хорошего качества. И в этом плане, по отношению к клиентам, вот этот банк, у которого ипотека занимает весомое место, ну, я это говорю, 30-50%, да, он имеет для клиента больше возможностей в дальнейшем работать. Когда я исхожу из следующих соображений. Мы друг другу сейчас рассказываем, что раз снижается ставка, снижается маржа, снижается доходность. Я эту ситуацию обычно довожу до абсурда и говорю, значит, в какой-то момент по какому-то одному продукту вы вообще не сможете себя купить. Это как? Ну, у вас доходы по продукту будут равны расходами. А что тогда делать? А, значит, вы клиента привыкли на этот продукт, и за счет того, что у него 8 продуктов, вы получили доход с клиента. Как часто бывает в общепитии. Да, когда водичка, вино и блюда по дешевке. Поэтому, если вы хотите клиента удерживать и на нем зарабатывать, кстати, это относится к риэлторскому бизнесу, то вы будьте добры ему предлагать совокупность продуктов и считать клиента. Ну, это известные маркетинг и все формулы, специальные названия и так далее. Но мы сейчас пробежимся по типам, потом про судьбу поговорим этих банков, потому что это достаточно важно, особенно, когда мы затронем тенденции по технологизации и интеллектуализации потечного рынка. Это может быть интересно. Так вот, следующий банк – это специализированный. Специализированный банк, он может быть двух типов. Это банк независимый, существующий отдельно. Ну, например, банк жилищного финансирования, БЖФ, так называемый, или жилфинанс. Известный банк с опытными специалистами, все мы его прекрасно знаем. Он вот сам по себе. Или банк с Дельта-кредит, который в рамках с Росбанком Société Générale, большой французской группы. На самом деле, важно очень развитие различия, потому что оно касается следующего. В чем отличается ипотечный банк от универсального? Значит, ипотечный банк, он уже по своей природе претендует на предложение клиенту лучшего ипотечного продукта. Но он же специалист. Ну да. И партнеры, и клиенты ждут от него вот именно такой продукт технологического качества. Но борьба за качество одного продукта – это дорогое удовольствие. И если мы три минуты назад сказали, что на одном продукте ты на клиенте не проживешь, то получается, если ты внутри группы, ты можешь продавать либо продукты других частей группы, ведь в СССР их много. То есть можно продавать там автокредиты, потребы других участников этой группы. И в принципе как-то договариваться. Либо в конце концов стать на единый баланс, стать единым банком. Сохранится там бренд, компетенция и так далее. Если ты один, то ты всегда находишься в ситуации, во-первых, тебе по фондированию никто, кроме сам себя, не поможет. У тебя фондирование всегда рыночное, либо секретизация, либо там займы, либо еще там какие-то возможности. То есть тебе никакая материнская компания не поможет. Соответственно, у тебя всегда есть трудности в развитии. То есть в моем понимании независимый ипотечный банк имеет ограничения по развитию. То есть этот проект может быть бесконечно прибыльным, бесконечно эффективным, но он развиваться не может. Именно вот из-за этой узости ассортимента. Узости ассортимента. И дело в том, что если мы говорим про универсальный банк, то он может в конце концов пофондируться депозитами. Но для этого надо иметь и отделение, и продукты, и, извиняюсь, рейтинг надежности. И формальный, и неформальный. Ведь, понятно, люди несут деньги в банк не только за процентом, но вообще говоря, после последнего сокращения банкского рынка надежность не является вторичным показателем. Может быть, даже и первым. Соответственно, у нас вот этот независимый ипотечный банк и специализированный. И, как мы уже упомянули, вот этот новый формат, нам очень интересно посмотреть этот банк в составе Дом РФ, который называется пока Российский Капитал. Но он будет скоро переименован в течение года. Вот этот так называемый, они его называли своей концепцией, универсальный ипотечный строительный банк. Чем он интересен? Это специализированный, но в отраслевом плане. То есть, когда мы работаем на строителей, мы работаем на ипотечное кредитование, мы здесь найдем синергию и, может быть, успешный проект. Но всегда возникает следующий момент. Когда мы работаем на одном рынке, не возникнет ли какой-то перекос? Ну, там, условно, кризис отрасли, если ты работаешь в одной отрасли, может привести к каким-то проблемам. Ну, вот если мы возьмем, мы представим, что банк металлургический. Вот такой банк, который обслуживает только клиентов металлургов. Бизнес цикличный? Цикличный. Соответственно, в какой-то год, ну, не повезло. Либо санкции, либо пошлины. В ипотеке немножко другая часть. И она связана с ролью ипотека в нашей стране, ролью строительства и так далее. Ну, соответственно, вот такой, как бы, тип. У него есть свои плюсы, ну, и в том числе есть некие минусы. В том числе это зависимость по фондированию, потому что... И зависимость отраслевая. Но, с другой стороны, это может быть либо очень-очень выстрелить, либо в какой-то момент затормозить. Мы посмотрим. Но еще один момент следующий. Как мы говорили про универсальный банк, продуктовая линейка. Ведь у нас, в принципе, сейчас мы подойдем к теме технологий. Нам, мы все друг другу говорим следующее. Что вообще, сегодня клиенту не нужен ипотечный кредит. Не нужен автокредит. Клиенту нужно что? Квартира. Машина. Нет, сейчас говорят, нет, уже нет. Клиенту нужна не комфортная, не квартира, а комфортная среда. Когда рассматривается квартира, подъезд, дом, социальная инфраструктура. То есть, сейчас это модно называть экосистемой. Но, в принципе, это нормально. То есть, человек же, он живет совокупностью некоторых. И вроде бы как, ну, раз мы говорим о том, что это совокупность, значит, ему нужны другие потребности удовлетворять. А если я работаю в очень узком сегменте, я могу удовлетворить только одну потребность. Соответственно, мы сейчас переходим к следующему моменту. Удовлетворение клиента, которое зависит от чего? Насколько я могу клиенту вообще предложить комфорт в жизни? Весь. Если мы говорим про банк плюс партнеры, это значит, я ему не только продаю квартиру, я его консультирую, как устроиться в детский сад. Я ему помогаю с переездом, с мебелью. То есть, я вообще ему помогаю жить, обустраиваться. А потом, через некоторое время, я ему помогаю, когда квартирка стала постарше, с ремонтом, еще там с чем-то. То есть, я вообще, в принципе, всю жизнь человека веду. Мы говорили тезис, что когда снижается маржа каждого продукта, то что такое я веду клиент? О, то есть, я ему всегда помогаю. Как я помогаю? Ну, обслуживаю. Увеличивается, как говорят в ритейле, длина чека. Отлично. Длина и так далее. Соответственно, и все специализированные банки имеют недостаток, который связан именно с этим. А теперь очень интересный момент. Я термин такой употребляю, который, ну, может быть, он обидный. Он называется банковский колхоз. Он заключается в следующем. У нас идет большой эксперимент, который я расценю крайне положительный, по единой системе идентификации и аутентификации. В переводе на простой язык это обозначает следующим. Я могу открыть счет с помощью биометрии, не ходя в банк. Но для этого я в какой-нибудь удостоверяющий центр должен прийти, там, палец приложить, там, глаз показать. И я попадаю в некую базу данных, единую, даю согласие. И когда я потом к своему смартфону прикладываю глаз, палец, то я могу открыть счет в другом банке, который имеет доступ к этой системе. Вот. У нас это сейчас, в этом году, должно быть внедрено. В принципе, вещь потрясающая. Она говорит, что достаточно иметь технические средства. Сейчас многие компьютеры имеют возможности сканирования отпечатков пальцев. Ну, смартфон это уже давно. Соответственно, я могу открыть счет везде. А что такое открыть счет? Ведь это самое крайне преткновение. На сегодня банки могут все онлайн. Но если ты не являешься клиентом банка, то для открытия счета нужна идентификация личная. Если ты уже клиент банка, ты можешь из свой личный кабинет сделать все, что угодно. 200 счетов, 300 переводов, 500 кредитов. Ну, что хочешь. Карту заказать на дом пришлют. Не вопрос. Но если ты новый клиент, тебе надо личное общение с банком. Ну, хотя бы один раз. Так вот. А вот эта единая система, я ее называю банковский колхоз, она позволит клиенту, который уже в этой системе находится, обратиться, дал согласие, отдал свою, ну, давайте так скажем, биометрию в эту базу, в единую, обратиться в любой другой банк. Например, я сижу дома и вдруг увидел, что какой-то банк предлагается самую потрясающую карту рассрочки, которой у меня еще нет. Я что делаю? Я палец, смартфон и, грубо говоря, карту мне дрон принес. Все у меня уже есть. Да. То же самое будет с кредитом любым. Я не хожу уже в банк, потому что с точки зрения достоверной идентификации банк знает, что это я, у меня были такие паспортные данные, банк уже имеет доступ в бюро кредитных историй, может посмотреть на меня так, может проверить мои налоги и так далее. Все хорошо. Но почему этот огромный технологический плюс имеет некий минус? То есть я могу за пять минут поменять банк любую услугу. То есть я нахожусь в колхозе банковском, но, то есть я, получается, могу свой послушающий банк за три копейки продать? То есть, грубо говоря, есть люди, которые все пробуют. Есть люди, которые никогда не пробуют. А есть люди, которые колеблются. Но если мне дать такой инструмент и замучить меня, как это делают наши иногда сети, я имею в виду поисковые, предложениями, а еще бигдаты замучить, когда я еще не успел чихнуть, они уже знают, какое лекарство. Почему я чихнул? Да, и какое лекарство. То что можем столкнуться? Что люди будут менять банки с легкостью. Вот мы когда в прошлой передаче говорили про рефинансирование, у него есть большой недостаток. Он приучает человека, что ради процента можно поменять банк. Я сюда ходил, там прекрасные операционистки, отличный банкомат, мне удобно гасить без процентов. Но ради скидки я банк поменял. Мне стало жутко неудобно. Все разрушилось. У меня там теперь зарплатные карты, надо на эту переводить, платить комиссию. Но я же погнался за процентом. И создается некая привычка, что карту через интернет, кредит через интернет, банк можно поменять. Рефинансирование наносит не очень хороший психологический удар. Соответственно, к чем мы говорим? Что мы-то минут пять назад говорили о том, что вообще-то надо повышать длительность чека, value клиента по жизнью, лояльность. А мы сделаем систему, из которой можно убежать за пять секунд, не выходя из дома. И теперь о чем мы говорим? Но когда человек не убегает, когда тот банк, где он находится, ему целый спектр услуг предлагает все равно хорошо. То есть мы опять возвращаемся. Как удержать клиента? Значит, удержать качеством. Сервисом. И индивидуальностью. То есть вот, что такое индивидуальность? Я с этим банком работаю, он знает все мои причуды, особенности, куда, кому, как я плачу. И мне персонально, он делает все продукты индивидуально. То есть у меня комиссия за платеж коммуналки не один процент обидный. Другой процент, индивидуальный. У меня процент по вкладу нестандартный. А другой, да, пусть это изменения на какие-то десятые. Кредит у меня другой. То есть получается, вот эта накопленная история должна... Плюс некие привычные сейчас игровые механики. Плюс выбор этих продуктов и так далее. И я чувствую, что я прям там вот получаю то, что вот, да, я могу перебежать другой банк. По одному продукту сегодня получить уникальные условия. А здесь я остаюсь. Любимый. И мне с любимым занимаются. И если об этом говорится, и это на самом деле так, зачем мне отсюда уходить? Не нужно. То есть получается, у нас с одной стороны технологии вот этих называемых big data и, ну, можно любые финтехи слова ругательные, геолокации привлечь, говорят о том, что мы знаем клиента хорошо, можем сделать им уникальное предложение. Банковский колхоз говорит, неа. И мы ему можем сделать это предложение. Значит, что надо делать? У нас борьба между удержанием и вот этой технологичностью. И когда мы говорили про, почему про универсальный банк, имеет преимущество, потому что он может с клиентом выстроить отношения на всю жизнь. Это достаточно важно. Особенно при снижении маржи. То есть получается ценность не продукта, а ценность клиента. Вот это как бы вот такой, с одной стороны, футуризм, а с другой стороны, практика. Но еще другой момент. А если я такой умный банк, и у меня хорошее отношение с партнерами, и я ему одновременно предлагаю все продукты партнеров, ну от своего имени, он же мне доверяет, ну на уникальных условиях. Вот это вот истинная экосистема, но только надо признаться, что тогда банк должен сказать, я хозяин отношений с этим клиентом. Не хозяин клиента, как иногда в CRM-системе говорят, я хозяин этих отношений, все через меня. Но я вам тоже даю заработать. Это как бы такая тема. А теперь хочется поговорить немножко о профессиональных типажах ипотечного бизнеса, продолжая этот разговор, потому что мы сейчас посмотрели, в чем разница между универсальностью, специализацией, как в горизонте технологического развития, она может быть либо плюсом, либо минусом. Сейчас вообще все так. Сегодня плюс, завтра минус. Есть хороший пример. Это наша тройка сетей, телефонных, мобильных, которые в какое-то время, насколько я знаю, поняли, что удержание старых клиентов не очень перспективно. И они стали полностью сосредотачиваться на привлечении новых, потому что, ну то есть на переманивании, по сути дела, когда рынок достиг уже своего объема. Поэтому вот здесь, мне кажется, что вот эта история может быть в итоге похожей, потому что индивидуализация опять же, если говорить про наш рынок риэлторов, многие постоянно переживают, что услуга схлапывается. А здесь мы видим, что благодаря технологиям вот эта услуга, которая не онлайн, недавно еще была, она схлапывается. И вот вы правильно сказали, что куда идти? В индивидуальный подход. Вот ответ. Я просто думаю, что риэлторам тоже нужно прислушаться. Вот и ответ вам. Чего вы боитесь дом клика? Не надо... Делайте индивидуальные отношения с клиентом и технология вас... Значит, там есть один момент. Мы, когда поговорим про типажи ипотечных бизнесов, мы поговорим потом про партнерскую работу. Вот. Только если, чтобы эту тему не потерять мысли, мы сказали качество, мы сказали индивидуальность. Но есть еще третий аспект, эмоциональность. Дело в том, что у нас на сегодня, давайте мы признаем, нет дефицита ни в чем. Ни в товарах, ни в услугах. Вообще нет дефицита. Правильно? Так. И у нас на сегодня процесс получения товара-услуги, мы хотим, чтобы он был приятным, он был эмоциональным. Индивидуальность, она очень сильно вкладывает уже элемент эмоциональности. Когда я любимый. Если все это делается, как я это назвал, игровыми механиками, какими-то дополнительными сервисами и имеет некую окраску, ну, когда получение услуги и получение товара является праздником, я сейчас именно праздником психологическим, когда, ну, у нас... Основа для праздника известна. Качество уже есть. То есть, отрицательные мотивы исключены. Я уже доволен. Я любимый индивидуальный. Я уже доволен. Значит, если мы создали эмоциональный фон, только в одном фильме, ты бы шел от такой женщины? Ты бы шел от такого банка? Ответ нет. Но если мы начинаем соревноваться только продуктами и ставками, то ушел бы. Потому что можно переманить. И вот эта триада качества, индивидуальность, эмоциональность, это единственное, что вообще в любом сервисе мы... Я считаю, банк это сервис. Это сфера сервиса, кстати, как риэлторским. Мы оказываем услугу. Вот, например, производители молока, они продают молоко, у них товар. А банкиры и риэлторы, это услуга. А услуга, она характеризуется другими. В ней вот эти три, триада, она важна. Ее нельзя различить. Интересно. Давайте вернемся к нашим типажам. А теперь, значит, наши типажи. Значит, у нас очень... Что-то... Значит, почему нам это интересно? Ведь мы говорили о том, что рынок наш меняется, рынок наш развивается по разным аспектам, по финансовому, по концентрации, по конкуренции, по технологии и так далее, и так далее, и так далее. И я предполагаю, что это развитие придет к переделу рынка. Это что такое? Вот сегодня есть несколько типажей. Сейчас про них поговорим. Сразу я вывод сделаю. Может быть, кому-то лень смотреть. Вывод. Количество типажей сократится. Ну, это, в принципе, наверное, нормально. Это нормально. Теперь активность типажи. И почему они сократятся? Типаж... Это мой любимый типаж, это ипотечная империя. Это больше 10% рынка, неограниченная возможность расширяться, но есть некая проблемка. Она называет следующее. Необходимо обеспечить качество всегда и везде. А на объеме это сложно сделать? Это сложно. Поэтому у империи всегда кто-нибудь кусочек да откусит. То есть, с ними соревноваться можно. У нас на сегодня на рынке существуют две общепризнанные империи. Не так. Я придумал этот термин, значит, мной признанные империи. Хотя, любой специалист подтвердит, это Сбербанк и ВТБ. Есть третья организация, которая претендует на статус империи, которая ей когда-то была и может возродиться. Это так называемый Дом РФ. Когда-то АИЖК был одним из организаторов рынка. В какие-то периоды времени доля их на рынке доходила до 20%. Ну, в общем, никогда ниже пяти не опускалась. Но в силу влияния на рынок это была истинная империя. То есть истинная империя, потому что она формировала некоторые правила. Даже у некоторых участников рынка спасал их, выкупая то кредиты, то выпускаемые потечные бумаги. То есть это вот такая вот ипотечная империя. Потом она превратилась в мемориальную империю, где осталось только имя. Сейчас она возрождается под новым брендом Дом РФ и по заявлениям претендует на долю рынка, претендует на позиции там стать ну и третьем списке и выдавать в соответствии с этой долей. И претендует на определенное влияние. При этом, в отличие от многих других, она имеет возможности административного влияния. То есть это такая, я называю, гремучая смесь, когда попытка совместить административное доминирование с коммерческим. Потому что институт развития близок к государству и зачастую делает некие правила под себя, в том числе регулирование потечных цен на бумаг. Предыдущие два года было сделано так, что самые лучшие бумаги это были с гарантией ОЖК. Хорошо это или плохо? Ну, с каких-то целей хорошо, с каких-то не очень. Но факт такой был. Соответственно, вот у нас две империи, которые состоялись, себя подтвердили, и третья, рвущаяся в бой, ну, по крайней мере, потенциал у нее есть. Это Дом РФ. Следующая категория. Я это называю большой ипотечный проект. Это участник занимает 2-5 процентов рынка. Ну, в нашем случае это, наверное, мы даже не будем скрывать, это кто у нас. Газпромбанк, Россельхозбанк, Райфайзенбанк, Банк Дельта Кредит. То есть, влияние, доля и как бы так далее. У них объем позволяет быть очень заметными на рынке. Есть недостаток, что они меньше ипотечных империй, но настолько заметны, что вступать с ними в прямую конкуренцию. А по возможностям, ну, например, возьмем только одну возможность, неограниченного фондирования, ипотечная империя всегда выше. То есть, это получается очень серьезный проект, который по своему статусу его беда он конкурирует со всеми, кто выше, кто ниже. То есть, и в этих проектах удержание его на этом уровне, это на самом деле такая задача хорошего бизнес-управления. Дальше. Средний ипотечный проект. Это все те, у кого доля рынка 1-1,5%. Ну, вот если мы посмотрим, кто у нас там. Банк Санкт-Петербург, Банк Уралсиб, Абсолютбанк. Ну, так, чтобы были предметно понятны. это успешные, опытные, профессиональные банки, которые четко, так сказать, отрабатывают свою нишу или наоборот хотят эту нишу расширить. В чем у них всегда главная характеристика? Это некий компромисс между объемом, качеством. То есть, это такие банки компромиссы, в которых, если компромисс найден, они супер успешные. То есть, компромисс. Потому что качество и объем, ведь мы говорили, ипотечная империя, у нее всегда объем, но может быть, немножко снижение качества. Здесь, как только найден баланс между качеством и объемом, всегда успешные. недостаток этого проекта, я его называю средний ипотечный проект, это не пытаться с моей точки зрения гнаться за лидером, не надорваться. Потому что у лидеров, которые две категории выше, у них больше возможностей и по ставкам, и даже, скажу, по средствам в технологические инвестиции. То есть, надо идти своим путем, но не пытаться гнаться больше, чем, ну так сказать, естественный темп позволяет. Но это опять устойчивые проекты, которые могут достаточно успешно работать. Следующий проект, вот очень для меня, как бы любопытный, я назвал его компактный ипотечный проект. Значит, если мы возьмем, что такое, это пол процента рынка, то есть, выдача, ну так скажем, примерно 10 миллиардов рублей в год, ну чтобы привести к абсолютным цифрам. Что такое компактный проект? Это кредитор, который уже в состоянии выпускать ипотечные ценные бумаги. Соответственно, он получает возможность где-то фондироваться через ипотечные облигации, где-то через депозиты. То есть, он, ну его размер, размер позволяет за счет, может быть, не очень большой сети, физической инфраструктуры, хорошо управлять издержкой, иметь очень квалифицированный персонал и качеством бороться с участниками рынка выше. То есть, это такой вот хищник. Да, у него ставки не могут никогда быть такие же низкие, как у вышестоящих участников, но качество позволяет и профессионализм отгрызать уверенно свои кусочки, и в этой компактности он может быть абсолютно прибыльный, долго работающий банк, если у него еще, как мы говорили, достаточно хороший универсализм, он может позволить себе дать клиенту, ну не то, что позволить, а справиться с задачей дать клиенту все типы услуг, он может быть очень успешный. У него только один такой момент интересный, надо набираться терпения и не гнаться за инновациями. Дело в том, что сегодня любой рынок, банковского, ритейла, ипотеки, вообще ритейла, он весь на инновациях. Инновации вообще-то дорогие. Первые платят дорого. И вот участник рынка, который компактный ипотечный проект, он должен подождать. Пока будут совершены ошибки, чтобы эти ошибки участвовать. И вот тут я хотел сделать одно отступление. Есть такое соображение, которое ничем не подтверждается, ну, как называется автор сам придумал, а редакция может с мнением автора не согласиться. Когда мы говорим про компактный типаж, он должен не увлекаться инновациями, то есть делать их ровно столько, сколько нужно, и когда это выгодно. А теперь мы вернемся к нашим крупным участникам, которые идут первыми, они богатые, они имеют абсолютно самую передовую научную экспертизу, они могут привлечь самые лучшие финтехи, специалистов, купить их в конце концов. Но за это есть некая плата, которая называется мы же все пробуем и хотим быть первыми. А кто сказал, что все, что попробовали было нужно? Соответственно, эти большие участники несут определенные затраты, из которых 50% делают их реально великими, а 50% в корзину. То есть, оно их делает умнее, опытнее, но деньги ушли впустую. И у меня есть некое предположение, что иногда, когда мы видим определенное интервью, на конференциях и такие промоушен некоторых продуктов, то у меня складывается такое предположение, что большие участники рынка, там, наши, допустим, потечные империи, заводят других участников в эту тему. Они уже прошли, они знают, что это было делать не нужно, но ведь жалко, пусть и другие понесут затраты. То есть, я... Такой вброс, если так используют терминологию. слушайте, я великий, среди великих без этого нельзя. Ну, что вы, как маленький, ну, сделайте, как я. При этом знает, что уже это делать было не надо. Но он-то сделал, он же продемонстрировал, что он сделал. Через некоторое время все несут затраты, делают, делают... Потом выясняется. Вот. И вот наш компактный участник, он должен обладать выдержкой, чтобы сделать из своих ограниченных средств ровно столько, сколько нужно и когда нужно. то есть в этом проекте, кстати, вот по сложности управления, это как большой ипотечный проект и компактный. Вот это компромисс, ты типа не свались вниз и не иди вверх, удержись. Но на него не нападают, он компактный. Его на рынке, если он работает в своих сегментах, его не будут прицельно отстреливать конкуренты, ну, потому что он берет, слушай, ну, ладно. Пусть работает. Пусть работает. Особенно если умеет работать с трудными клиентами либо с трудными сделками, на вторичке, например, он профессионал. Вот, а дальше пойдем очень интересно. Есть несколько типов, которые хотелось обсудить и судьба их весьма любопытна. Это смешанный проект, это когда банк работает на два фронта. Первый, выдает кредиты от своего имени и работает на большого кредитора, являясь агентом. Ну, как мы говорили, на прошлой передаче, что у нас агентская работа, есть два самых характерных примера. Это работа с агентами банками Дельта Кредит и Дом.РФ. Соответственно, банк может выдавать кредиты самостоятельно, а может работать на более крупном участнике рынка. Такой 50 на 50. Такие банки есть на рынке. Многие успешные. Один из самых успешных это Примсоцбанк, который может работать на себя, на Дельта Кредит, на Дом.РФ. Но у этого проекта всегда есть определенная грань. Ведь дело в том, что, как мы видим, доходность бизнеса снижается, значит, рано или поздно агент тебе будет платить поменьше. А тебе надо не агент, а твой старший партнер, тебе агент, вот так более корректно скажем. А тебе надо держать методологов на все варианты. Ну ведь продавцов обучать. То есть одно дело ты свою линейку делаешь, а другое дело ты и свою линейку делаешь. И обучаешь чужим линейкам. Плюс у тебя свой андеррайтинг для выдачи в качестве агента ты используешь андеррайтинг крупного своего друга и так далее. То есть что получается управление неэффективное. То есть много параллельных процессов, которые фактически множат издержки. Да. И в моем понимании эти проекты должны определяться. Либо туда, либо туда. Да. Либо ты становись компактным, в зависимости от твоих возможностей, либо компактным потечным проектом, либо средним. Ну если как говорится есть возможности, иди дальше. Соответственно а чуть дальше идет у нас очень интересный проект это агентский. Это когда изначально небольшой банк не пытается выдавать своего баланса, выдает на чужие продукты. Почему нет? Такая модель тоже. И есть у нас еще одна модель. Соответственно здесь надо понимать тогда ты выдавая такие продукты должен научиться для некоторых групп клиентов выдавать не только ипотеку. То есть грубо говоря я умею работать в каком-то городе либо с какой-то персональной группой с людьми и они меня понимают. И я им предлагаю продукты других участников рынка. Почему нет? То есть я для них фронт-офис этих, но я чтобы были эффективны значит должен продать им 5-6 продуктов. Ну чтобы быть на него неким таким привычным финансовым инструментом. То есть я хочу сказать сказать, что если ты агент на одну тему, то есть агент только ипотечного банка, судьба твоя будет грустна. Если ты работаешь одновременно как агент многих и плюс еще с партнерами занимаешься разными другими интересными возможностями, то можно успешно работать. Есть тип, который причем по объему, когда мы говорим, там достаточно иметь от рынка даже 0,2-0,3 процента. Это уже кстати не принципиально. Потому что какая разница, если ты успешно взял там по чуть-чуть, там по чуть-чуть, у тебя тогда компетенции продавцов важнее всего остального, а ты должен очень быстро обучать продавцов, интегрировать автоматизаторы и продавцы. Автоматизаторы, чтобы на свою платформу брать продукты партнеров. Они и сами дадут кстати. И последняя категория это такие ой, как бы не обидеть, ипотечные любители. Это которые выдают в не очень большом объеме или в среднем объеме, но не имеют стратегию развития. То есть они не системные игроки. Да, они может и системные, ну то есть мы занимаемся ипотекой, ну вроде бы ничего. Пошли новостройки, мы занимаемся новостройками, там пошло финансирование, мы позанимаемся финансированием, пошла государственная программа мы туда вступим. А какая стратегия? Ну мы ипотекой занимаемся. Поэтому значит те категории, которые либо смешанные, либо вот эти, они должны определяться. Ипотечные любители на такой марже существовать не смогут, они с рынка уйдут, потому что без стратегии невозможно держать компетенции. а так наш называемый банковский колхоз, он просто их съест и все. Потому что и у нас есть очень любопытная еще классификация, которая нам позволит перейти к партнерской работе. а еще есть такие вне стандартного типажа интеграционные проекты, когда вот мы сейчас говорили, можно быть агентом разных больших организаций по 5-6 продуктам, а можно выступать вот таким вот большим интегратором. Ну сейчас, чтобы было понятно, возьмем Тинькофф Банк, который делает некую платформу большую, но он много что делает, мы сейчас будем его смотреть только с ипотечной точки зрения. Это такая интеграция, когда вроде бы он агент, потому что свой баланс не выдает и работает на других кредиторов, но их много и может быть очень много либо много, также много партнеров, то есть такая интеграция, там наверное главное слово, то есть с одной стороны могут быть конечные физические лица, партнеры всех типов, которые бывают, риэлторы, застройщики, потечные брокеры, а со стороны кредитной это там 5, 6, 7, 8, 9, 20 банков, то есть это особый тип деятельности, потому что он чем отличается от обычного агента, о котором мы говорили, он тоже формирует правила, то есть в некотором смысле такой маркетплейс может быть, за счет объема деятельности он на рынок может оказывать существенное влияние, но именно не в части как условия кредитования, а в части организации продаж, партнерской работы, в этом проект интересен, то есть он привносит конкуренцию, продукт он берет чужие, организация бизнеса и способы управления сдержками автоматизации и все вот эти современные технологии они как бы свои уникальные в этом плане это проект стоит в сторонке его нельзя отнести к агентским но это тем не менее я называю такой большой интеграционный агентский проект он агентский по своей сути но за счет объема деятельности вдруг они завтра захотят сами кредитовать а может быть настолько успешно что они захотят вот такие как бы у нас типажи на сегодня и любой из этих типажей имеет плюсы имеет минусы которые в рисках и в принципе он должен сегодня задуматься о своей стратегии то есть по большому счету выжить на рынке может абсолютно любой банк у которого есть стратегия рассчитанная на некое развитие свое позиционирование и как наверное понимание вот этих плюсов и минусов чтобы как говорится учитывать в первую очередь плюсы дабы как вы сказали иметь возможность за счет в частности за счет сервиса за счет клиент-ориентированности отгрызть даже в том числе у тех кто выше по статусу по рангу да с этим пересекаются две темы первая тема наверное мы их тоже будем есть по частям одна тема это как на все вот эти вот проекты влияет ну ругательство конечно цифровая ипотека хотя ругательство условное и партнерская работа начнем мы наверное с партнерской работы потому что дело в том что в партнерской работе тоже достаточно любопытные вещи происходят с одной стороны есть традиция которая сложилась на ипотечном рынке работать с партнерами выгодно привычно и так далее потому что получается партнер выполняет функцию фронт офиса банка на самом деле он продавец и можно иметь такие партнерские отношения которые позволяют свою физическую инфраструктуру в общем-то не выстраивать а это издержки соответственно по факту мы имеем что партнерская работа вне зависимости от типажа банка занимает от 30 аж до 80 процентов от всех продаж то есть партнерская работа 30 это даже такой некий эксклюзив вообще можно можно было бы сказать 50-80 ну для чистоты эксперимента будем говорить 30 хотя на самом деле можно сказать половиной больше то есть вот что теперь хотят от партнеров ведь на сегодня профессионализм во всех рынках возрос то есть на сегодня у нас какие партнеры и какой у них профессионализм у нас партнеры это застройщики у которых есть товар ну с них и начнем соответственно этот товар во-первых он тоже имеет определенную конкуренцию с другим товаром и задача застройщика свой товар с помощью банка продать максимальное количество людей желательно быстро пока он не передумал исходя из этого все тенденции свелись к тому что заявку можно на кредит подать прямо там находясь на офисе продаж офисе продаж уже давно решены вопросы интеграции многие эти застройщики имеют от банка полномочия ну например доверенность ведь можно же оформить этого сотрудника застройщика сотрудника банка то есть он может идентифицировать подать через платформу это либо платформа застройщика который присоединился банк либо наоборот платформа банков то работает застройщик и то и то может быть соответственно совершенно корректно может быть подана полная заявка кредитное решение может быть принято и в пределе прямо сейчас не выходя в нормальной ситуации завтра послезавтра можно прийти купить эту квартиру уже с помощью кредитных средств сегодня решены вопросы многих регистрации не надо ехать ни в какие МФЦ Росресты прямо оттуда подали заявку ну человек счастлив там все базируется на том что есть товар да можно добавить выход на место прям вот посмотреть можно добавить различные современные технологии просмотра квартир в общем здесь все взаимодействие идет по принципу скорость в этих проектах скорость 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 то есть чтобы подспудно все хотят чтобы человек на конкурентном рынке принял решение не передумал то есть он взять тепленьким для этого все делается и поэтому там речь идет исчисляется уже какие там днями нормальные партнерские отношения считаются часами десятками минут вот и эта тема да но момент следующий здесь присутствует крупнооптовость то есть один застройщик один офис особенно если это многопрофильный но многопрофильный в том смысле что у него есть разные сегменты жилья разные кварталы и так далее и так далее да разные точки продаж но под одним брендом можно купить много соответственно если банк договаривается с таким застройщиком он может получить серьезный поток клиентов соответственно аспектом следующим является кроме скорость технологичности оптовость то есть очень интересно чтобы был крупный и со мной работал но в любой застройщик он все равно крупный даже если строится один дом в нем все равно 300-500 квартир то есть любой партнер застройщик он всегда оптовый крупный средний мелкий опт идем дальше мы сначала проговорим про типажи а потом посмотрим какие есть интересные нюансы риэлторы это чрезвычайно интересный партнер банков на нем можно остановиться особо и долго но перед этим мы разомнемся на ипотечных брокерах потому что почему мы на них разомнемся потому что ипотечный брокер это что такое это юрлицо либо это функция эта функция может находиться внутри крупного агентства недвижимости как в виде отдельно взятых людей которые работают ипотечными брокерами либо компетенции когда сотрудники риэлторы обучены этой функции а есть только один-два методолога которые банковские продукты упаковывают в удобоваримый вид вот мы сейчас проговорим ипотечный брокер у него казалось бы это некий такой посредник который должен сделать услугу что такое услуга подача заявки в банк при нынешних технологиях спрашивается сколько клиентов не могут подать заявку в банк есть такое количество но по мере развития продуктовых линеек технологии так далее такое количество убывает теперь есть клиенты у которых некие сложности так называемые проблемные клиенты они шли брокеры мы надеемся что на рынке сейчас уходят брокеры которые помогали оформить недостающие документы то есть будем считать что услуга честная именно как консультационная но ведь при той конкуренции которая на рынке всегда в принципе если человек с головой он найдет банк который по большому счету немножко походить я сейчас не ногами ну там с помощью интернета сам бы нашел ну скажем так пусть некая категория которым помогает брокер и следующий момент но кредит а зачем мне кредит мне нужна квартира либо это новостройка либо это вторичка вторичка да есть эксклюзив когда я прихожу в банк чтобы сдать свою квартиру в залог так называемый залог кредит иногда его в жаргоне ломбарда называют ну да такая категория бывает вот соответственно без сделки сама услуга имеет право на жизнь но она ограничена то есть этот бизнес становится все больше нишевым 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 поэтому либо в партнерстве с риэлтором выполнять сделки либо бы само становиться полуброкером по риэлторам то есть это некий такой смешанный продукт который будет жить для нишевых сложных клиентов да всегда но количество их будет сокращаться либо он будет опять уходить либо примыкать к риэлторским фирмам поэтому у него судьба определенная есть но она нишевая поэтому мы на нем в принципе на этом разговор и закончили хотя многие люди весьма там профессиональные а риэлторы значит они очень интересны во-первых в риэлторском бизнесе начнем с того что риэлторов просто много да по разным оценкам в России чуть ли не до 100 тысяч ну вот скажем так самая скромная оценка 70 тысяч самая скромная мы обычно из нее исходим это один момент у риэлторов бизнес бывает разным вот очень крупные агентства которые дошли до того что они даже франшизу продает известные проекты франшизы ну то есть привлекает под своим под свой бренд работать других существуют независимые существует среднего размера существуют маленькие существуют частные но то есть на этом рынке вот наших этих специалистов много что хочет банк банку конечно интересно получить крупного партнера это же про опт конечно заключить с ним юридически значимый договор а еще учитывая что риэлтор это профессионал чтобы он еще сделку провел ну почему нет юридически это оформить можно но опять должны быть определенные закрепления вот и что сейчас делают банки все борются за крупный опыт в любой и иногда в соревновании кто кому больше условий выставит крупное агентство либо банк крупному агентству вопрос кто как говорится сильнее переговорную позицию поэтому крупное агентство просит себе комиссию за сделку либо не просит зависит от позиции обязательно будет просить скидку поставки своему клиенту индивидуального менеджера автоматизацию ну там набор некоторых действий вот и на эти действия банки идут нас интересует немножко посмотрим чуть дальше дело в том что если все крупные банки работают по этим крупным агентствам и в этом соревновании как мы говорили не борется 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 идет некий такой парад условий я тебе быстрее автоматизирую я тебе больше дам скидку я тебе заплачу комиссию и так далее ну то есть такое как бы соревнование вот при этом оно же множественное потому что и это надо и это и это а у нас что происходит у нас в принципе происходит следующее маржа банковского бизнеса снижается и в какой-то момент вот это соревнование приводит к удорожанию этого канала смотрим дальше а что у нас находится за этим за этим находится вторая поделим пополам 35 тысяч работают в крупнике 35 тысяч работают в небольших агентствах недвижимости либо самостоятельно понятно что любое это агентство уже по статистике нашей и наших партнеров практически одну сделку в месяц сделает по ипотеке то есть опыт ипотечно кредитования есть на рынке у всех наверное уже не найти кто не знает что такое ипотека соответственно они ходят в банке на равных условиях потому что какой же банк откажется когда к нему придет риэлтор с клиентом не один но с такими клиентами работают на общих основаниях ну по понятным причинам вот где-то есть личный контакт наверное в регионах в крупных банках с личным контактом потруднее что интересно и получается вот это большая масса большая масса это резерв для банков в качестве работы с ней потому что да невозможно заключить индивидуально 35 тысяч контрактов агентских агентских невозможно обучить такую количество людей ипотечным продуктам не секрет что банки ежемесячно проводят рассылки вот у нас новые продукты вот это разъяснение проводят встречные встречи с партнерами и так далее для крупного опыта это работает мы сейчас говорим что риэлтор это как розница становится но он отличается от розницы следующим он приводит клиента со сделкой соответственно что мы сейчас видим у нас же цифровая ипотека значит мы же можем дистанционно обучить мы же можем сделать под эту публику отдельный продукт проще то есть не продукт когда сложный канкулятор требует обучения а продукт который настолько прост который любой человек посмотрев давайте так таблицу поймет и даже если это 5 продуктов 5 банков тоже их поймет хорошо идем дальше теперь у нас вот эти сложные отношения вот у нас мы хотели бы за клиента если у меня их много поставляю получать скидку поставку если я поставляю клиент я хотел бы вознаграждение и так далее и так далее берем и упрощаем выкидываем из этого рассмотрения скидку поставки то есть делаем продукт еще простой когда я до любого риэлтора я банк могу дотянуться его обучить мгновенно и у меня с ним нет вот этих вот индивидуальных договоренностей дашь 20 клиентов получишь скидку такую-то а дашь 40 получишь такую-то хорошо идем дальше теперь что осталось осталось теперь научиться их привлекать и в принципе два тезиса которые могут быть полезными это первый тезис а давайте мы людям которые работают в этих небольших агентствах будем платить ну это же нормальная практика вознаграждение оно будет фиксировано да оно может зависеть там от объема ну так как формула простая там уже ее легко выполнить это один момент а второй момент а давайте мы им предложим систему оценки качества банков то есть мы берем и говорим вот ты на рынке сегодня можешь обратиться к 20 банкам хорошо как они отличаются вот тебе таблица вот тебе ставки вот тебе условия вот ограничения региональные я здесь сделку провожу не провожу а вот тебе рейтинг банка какой рейтинг да просто рейтинг качества допустим по десятибальной системе что у этого банка все сделки там по трем позициям там удобство скорость там отношения там 9 8 7 средняя оценка такая и о чем мы говорим что когда мы все в интернете все в цифре и так далее то мы сможем и такие проекты сейчас на рынке разрабатываются дотянуться и это правильно и банки должны дотягиваться до таких риэлторов и воспринимать их как равных партнеров то есть тезис следующий что условия доступа к банкам вот так мы сформулируем у вот этих небольших агентств и разрозненных риэлторов должны не отличаться как у крупных то есть если научиться так работать то для вторички это будет весомый шаг вперед и что еще интересный момент вот мы говорим про цифровую ипотеку и так далее большинство сделок простых например приобретение новостройки и залоговый кредит так скажем могут проводиться вообще онлайн почему нету маклерской работы нету купли-продажи нету цепочки нет торговли по цене как только мы говорим про реальный бизнес риэлторский когда цена место показ масса переговоров переговоров а если там пять участников то личность риэлтора становится на первое место и он какая бы да он автоматически регистрацию вместе с банком или с МФЦ проведет эта функция все забыли никому не интересно не платим за ноги фиксируем за что мы платим за обаяние знания функции маклера можно сказать хорошо мы все квартиры в Росреестре вообще нету мошенничества утрируем значит получается функция личности человеческого общения становится важным соответственно вот для этого рынка банковского ипотечного кредитования и риэлторского этих двух услуг вот эта личность риэлтора и клиента для части сделок мы говорим 50% все автомат раз два три пять минут а 50% походи по базару и вот на рынке вот мы находимся в одном шаге до проектов которые решат этот вопрос это резерв это резерв для риэлторов это резерв для банков особенно я хочу сказать следующее мы видим что на сегодня есть масса риэлторских проектов ну например всем известным партнером два тиви компании этажи технологичная хорошая компания теперь посмотрим в сторону во многих агентствах мы видим поколение что очень часто мы видим риэлторов ну нас любит так сказать x y z поколение то есть покупатели квартир в кредит стали поколение z а риэлтор до сих пор поколение x но когда мы говорим про функцию маклера обаяние и продажи там вообще не играет роль поколения когда мы говорим про технологический бизнес технологический бизнес найдется кому сделать сами банки сделают айти компании найдется кому сделать то есть получается очень интерес с одной стороны мы технически облегчаем жизнь но этим же мы позволяем в риэлторском бизнесе не говорить что наша проблема риэлторы поколений старых а говорим не ребята мы вам принесли все технологии а качество человеческие а нет поколений зависит они либо есть талант продавца либо нет и вот это резерв для партнерской работы то есть вот на этом рынок должен развиваться когда мы все автоматизируем и останется зона где без человека никак и вот этот резерв называется работа с вторичкой с такой категории партнеров здесь вывод очень простой для нашего риэлторского сообщества которые там многие боятся чего-то переживают что нет ваша услуга останется и вы так же подтверждаете она просто станет скажем так менее технологичной более человечной я хочу сказать дело в том что ну еще раз мы знаем прекрасно риэлтору платили за три вещи ноги связи вторая часть экспертиза юридическая да и третья часть которая называется сам факт продажи покупки то есть переговорная вот можно сказать что первые две части будут с помощью помощников роботов автоматов кого угодно можно как угодно любыми словами это ругаться третья часть не идет никогда соответственно если компетенции третьей части остаются то место никогда не не пропадет надо только освоить первые две части с ними не надо бороться их надо просто взять и банки их принесут на блюдечки просто надо понимать что есть компетенция когда они уйдет и когда нам говорят что можно квартиру купить за пять минут да только не любую не любой тип сделки вот и все всегда останется рынок и там по разным оценкам можно считать чуть ли не 50% рынка это много учиться учиться но равноправие вот тут-то момент вот тут-то как раз надо перескочить эту планку когда я эксплуатирую партнера ну давай давай здесь получается такая это надо перескочить и психологическое и некое технологическое и вот это резерв то есть почему когда мы говорим что ипотека будет расти и вторичка это наш базовый сегмент потому что вся первичка станет вторичкой то есть мы понимаем сколько мы не построили она всегда превратится во вторичка ну хорошо возьмем налогоотчуждение через 5 лет поэтому вот эта компетентность она остается очень важной и в партнерской работе надо работать на это направление особенно если мы помним что перестройка в новостройках может привести к переделу рынка когда останутся только ряд крупных участников а во вторичке его не переделать он всегда твой умеешь работать оставайся и это относится к тем и другим поэтому мы смотрим очень позитивно на этот рынок единственное что в данном случае под вопрос точнее не под вопрос а очевидно как мне кажется роль уже не риэлтора а агентства она как раз и должна наверное в сторону помощника превратиться потому что компетенция переговоров остается все равно за человеком за риэлтором за конкретным исполнителем который работает с клиентами а вот функция агентства которые раньше опять же включали в себя вот эти разные сервисы предоставляемые агенту они должны превратиться вот в эти сервисы помощника в тех аспектах обеспечительные обеспечение деятельности просто но тогда получается очень интересно что получается очень парадоксально у нас стоимость услуги состоял из трех составляющих и осталась одна часть а может это и не приведет к падению стоимости услуги а придет к тому что ценности этой третьей части будет важнее у нас ведь дело в том что когда услуга ну человек воспринимает какие-то услуги как сложные например сложно было раньше занять место в регистрационной палате очереди еще там нужны были связи то есть какие-то вот такие это ценилось а на сегодня я сакцентирую внимание когда не будет дефицита на рынке недвижимости не будет его и сейчас в принципе нет то тогда какая компетенция среди этого моря предложения найти если мы говорим я выступаю с точки зрения покупателя найти объект наиболее соответствуем потребностям покупателя нужно фактически стать таким чуть ли не личным консультантом семейным и понимать что там в семье происходит то же самое в продаже когда одновременно продается не знаю там 30 однотипных квартир ну так скажем не одна две как раньше было когда вроде базу просмотрел Винера а купить две квартиры на свой район ты же не хочешь покупать в Саратове условно говоря вот соответственно вот это перестройка просто к ней надо готовиться то есть не надо себя пугать и не надо бороться надо брать сервисы да естественно мы говорим все таки обучение то есть вот это соревнование иногда которое мы видим пикировки на конференциях и так далее его от него надо уходить надо просто себе признаться что часть рынка без нее банки и риэлторы прожить не смогут просто вот зафиксировать получается что одной из основных компетенций опять же станет саморазвитие потому что без саморазвития не получится обучение поскольку информации масса и тебе никто не придет в рот не положит это не школа это жизнь и ты должен как-то все вот эти инструменты которые выходят чуть ли не каждый месяц обновляются и так далее просто ими владеть а свою компетенцию прокачивать уже на том уровне на котором требует рынок ну и конкуренция среди своих коллег-риэлторов да очень интересный момент показывают очень часто на практике различные формы демонстрации квартир в виде там я это называю до 5д доходит вплоть до запаха но это шутку конечно ну то есть так вот я хотел сказать следующее это позволяет что сделать сократить предварительный выбор то есть мы понимаем прекрасно что нельзя покупать квартиру не выйдя на место но когда мы сейчас еще раз вернемся на шаг назад предложений очень много то есть мы смотрим ну я не знаю 30 квартир то наличие вот эти техники которые риэлтор тоже должен освоить то есть он должен своему клиенту если мы говорим про покупку позволить все это просмотреть уже не просто там строчка ты там метр кухня вот это все старые слова там да там 5-5 5-й этаж пятиэтажки посмотреть все эти видео чтобы помочь ему пойти те объекты смотреть 30 квартир это же нереально ну вот сокращает то есть получается техника она должна быть освоена всеми сторонами процесса риэлтор будет учиться но получается очень интересно подспорье то есть получается без техники нельзя то есть вот эта личность и техника они как бы становятся неразделимы но личность ее не заменить вот я к чему веду что личность риэлтора не заменить и услуг вот эту не заменить но кто учиться спасибо Спасибо большое. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте наши зрители вам заочно похлопали. Спасибо, Сергей, что так подробно рассказали о, на мой взгляд, очень важных вещах, которые нужно знать профессионалу и в этом хотя бы минимально ориентироваться. Ждем вас у нас в гостях. Приходите. Всего доброго. Спасибо, Борис.